Ряд уехавших российских оппозиционеров аннулировали внутренние паспорта после их обращения в российское консульство. Основатели Омского гражданского объединения Данил Чебыкин и Ричард Кинг столкнулись с тем, что после их отъезда из страны их паспорта были аннулированы. ОГО освещает политические репрессии в Омской области. Проект признан экстремистским и включен в реестр иностранного агента. В 22-м году, получается, в конце я подавался в посольство России в Армении для получения заграничного паспорта. Но вот вместе с тем, как мне выдали отказ на заграничную паспорту, также мне сотрудник устно сказал, что и пришла информация, что у меня российский паспорт тоже недействительный. Вначале я не совсем даже понял, как это возможно, плюс они мне выдали бумажный отказ только по загранпаспорту, а по остальному они сказали, ну, давайте в МВД об этом консульство, мы МИД, мы ничего не знаем об этом. Уже с первыми последствиями, в 2023 году, когда у меня переставали работать госуслуги, симки, сим-карты операторов связи, в конце 2023 года мой коллега Ричер Кинг подавался также на продление, ну, на оформление нового заграничного паспорта, и он подавался в последние дни 2023 года. И в начале 2024 года, буквально сразу после новогодних праздников, он в такой же ситуации столкнулся, ему начали проходить вот эти все уведомления от государственных сервисов, что его паспорт не действительный. Бумаги ему не было решения официально о причинах блокировки российского внутреннего паспорта ему не предоставили. Такая же судьба постигла и журналистку Олесю Кривцову. Ранее на девушку возбудили дело об оправдании терроризма и дискредитации армии из-за сторис про подрыв Крымского моста. Три с половиной месяца назад я пошла в генеральное консульство российской федерации, которое находится здесь, в Киркенессе, на севере Норвегии, в городе, в котором я живу сейчас, для того, чтобы получить такую бумажку в отказе выдачи заграндпаспорта. Почему её? Потому что у меня два уголовных дела. Я как бы сразу понимала, что никакой мне новый заграндпаспорт не дадут. А бумажка нужна в будущем для оформления гуманитарных документов. Потом эта бумажка пришла. Я обрадовалась, что я получила этот отказ, потому что, ну, как бы это то, чего я хотела. И сейчас, несколько дней назад, я увидела новость о том, что активистам Омского гражданского объединения аннулировали паспорта, точнее, признали их действительными. На этом фоне я абсолютно случайно по фану, если так можно сказать, решила проверить, всё ли в порядке с моими документами. То есть в консульстве, когда я ходила, мне ничего не говорили. Я ввела номер, серию номер документов. Сначала на каких-то сторонних сайтах, у которых просто есть база МВД, да, слитая. Вот, и мне сказали, что мой паспорт недействительным. На этом фоне я иду к Данилу Чебыкину, да, к человеку, паспорт которого аннулировали первым. Ну, первым из известных нам, по крайней мере. И прошу проверить его через госуслуги, потому что то, что по госуслугу у меня нет очень давно. Он проверяет, и оказывается, что, да, действительно, мой паспорт признан недействительным. Мы узнали, что вводится новый закон, по которому могут и загранпаспорта, и внутренние блокироваться. Мы поняли, это и послужило причиной тому, что мы решили рассказать об этой ситуации, то, что предупредить других людей о возможных рисках. Всегда это связано с тем, что человек обращается за получением консульских услуг в посольство разных стран. Это, в том числе, еще один случай мы узнали в Армении, есть случаи в Европе. Теперь проверить действительность своего российского паспорта напрямую невозможно. Буквально несколько дней назад МВД удалили форму для проверки действительности внутренних паспортов. Либо это связано с большим привлечением внимания к этому реестру, либо это просто совпало так, поскольку они все равно хотят закрывать его для того, чтобы люди не могли проверить свой паспорт. Это вполне в духе. Я постоянно смотрю, насколько этот реестр доступен. Он сейчас, скажем так, с полупозиции, потому что на него можно зайти ввести данные, но на половину запросов он просто не отвечает. Причины не называются. Да и что делать в такой ситуации, непонятно. Похоже, что российские власти просто начупали новый метод для воздействия на уехавших оппозиционеров. Я думаю, что Россия сейчас идет по пути Белоруссии. Мы знаем, что подобными случаями, репрессиями занимался режим Лукашенко. Они аннулировали все заграны паспорта уехавших, неважно, оппозиционеров или просто людей, которые не хотят жить в своей диктатуре. И вот недавно они запретили, ну не так, по историческим методам недавно, запретили выдачу вообще любых загран паспортов вне пределов Белоруссии. И это абсолютно укладывается. Россия заимствует и по принятию нового закона, который существенно расширяет возможности для консульских работников и пограничников. Я думаю, что, к сожалению, будут такие случаи повторяться, их будет только больше становиться для неугодных людей, будут аннулировать, по сути, любую возможность взаимодействовать с посольцами за рубежом.